Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео хочу показать вам раскраски, которые я купила за июль месяц. Их было не так много, ну и не слишком мало. В общем, 14 штук у меня получилось. И начнем мы по порядку. Первое, это был заказ, по-моему, с Лабиринта, или же я заказывала книжки в Читай-городе, Буквоеде Буквадз-4, честно говоря, уже не помню. В общем, взяла раскрасивую Корею, как всегда, для коллекции. Но здесь довольно-таки много интересных иллюстраций. Она получилась интересненькой. В разном стиле. Мне не очень понравились вот такие иллюстрации, потому что, я понимаю, для меня будет тяжело раскрасить. Но при этом очень много еды. Еда, это классно. Я люблю раскрашивать еду. Так что, да, раскрасочка весьма неплохая. Вот, ну и опять же, для коллекции я знала, что ее куплю. Также взяла вот эти книжки из серии «Раскрашиваем сказки и легенды народов мира». Думала, нужна ли мне японская мифология или нет, потому что сейчас я стараюсь тщательнее подходить к выбору раскрасок. Не покупаю уже все подряд, но, в общем, поэтому эту книжку посмотрела обзоры 4, наверное. Поняла, что нет, мне все-таки очень нравится лайн, мне нравятся лица, они очень здесь красивые. И меня умеллил вот этот котик. Не знаю почему, но вот я решила, что стоит. Раскраска была недорогая, она, кстати говоря, прошита, иллюстрации односторонние, поэтому решила взять. А вот греческую мифологию я вообще даже не сомневалась, что возьму, потому что, опять же, здесь очень интересные персонажи. У них такие выразительные лица, есть вообще над чем подумать, чтобы расспрашивать. Плюс некоторые иллюстрации, они подойдут для челленджей, то есть такие вот они. Ну, в общем, мне кажется, весьма интересные. Ну, вообще, эта серия очень удачная, на мой взгляд. Какая красивая картинка, прям восторг. Вот, ну и сами раскраски очень красивые. Вот, ну, опять же, с их ценой очень приятно. Далее раскраска была получена мной в подарок за закрытую практику. Скажем так, я уже не знаю, как её помяла. Очень печально. В общем, это эклиптика Анастасии Колдаревой. Я долго думала, нужна ли мне эта книжка или нет. В итоге всё-таки поняла, что нет, я её очень-очень хочу. Хоть и тема, да, астрологии и тайных знаков Зодиака, она немножечко уже забитая, но всё равно у Анастасии получилось как-то вот по-новому их изобразить. Некоторые иллюстрации очень даже интересные, не избитые. Вот, ну и девушки у неё, конечно, потрясающие. С недавних пор, кстати, я перестала бояться раскрашивать вот такие портреты, поэтому думаю, что скоро придёт черёд раскрашивать и книжки Анастасии Колдаревой. У меня уже накопилась большая коллекция, вот, не хватает, получается, крайней её книжки. Далее две раскрасочки с Albreast. Причём, нашла новую спиральную раскраску, у меня не было ещё вот такой фирмы. Это Spongebob. Здесь тонкая бумага, но довольно толстые вот эти контуры. Тоже решила попробовать, почему бы и нет. Посмотрела, что иллюстрации не повторяются с другими раскрасками про Spongebob, которые у меня есть. Плюс я очень люблю этот мультик, у меня это уже третья спиральная, ну, у меня две спиральные раскраски, одна в полосочку по Spongebob. Вот, ну, как бы время от времени всё буду раскрашивать, тем более такие раскраски, они мне легко заканчиваются. То есть их из месяца в месяц, и оп, закончила. Также на Валберисе отловила, в общем, поймала раскраску по номерам с весенними сценами. Из-за вот таких хотелок у меня осталось только летнее. Бесконечное лето, по-моему, называется. Она тоже была в наличии, но просто две раскраски я бы не потянула с точки зрения бюджета. Вот, выбрала ту, что нравится больше. В общем-то, весна. Хотя, казалось бы, летом, да, актуальнее лето купить, ну, вот так вот. В общем, буду ловить и теперь летнюю раскраску. Очень мне нравятся здесь картинки, особенно вот эта с цыплятами. И, конечно же, весной непременно буду ее раскрашивать. Мне кажется, это одна из самых удачных книг, вышедших не так давно, вот из этой серии. Больше всего мне нравится, конечно, Рождество. А вот на втором месте, возможно, даже эта раскраска. Посмотрим, как это все будет выглядеть по итогу. Но вот так, с первого взгляда, она, мне кажется, супер детализированной, классной. Цвета вроде бы подобраны гармонично. Ну, посмотрим, как будет на деле. А главное, чтобы бумага здесь была хорошая, потому что в новых изданиях меня бумага здесь очень расстраивает. Она шершавая, безумно неприятная. И раскрашивать ее тяжело. Следующая книжка с сайта Simuland. Ну, тяжело, конечно, книжкой назвать. В общем, аниме-спиральки. Купила просто, чтобы попробовать. Она стоила рублей 60-70. Но просто посмотрите, какой кошмар. Очень мелко. Сейчас фокус поймаю. Давайте, ладно, вот здесь покажу. Вот, прям безумно мелко. Такое крайне сложно раскрашивать. Вот, у меня еще сложилось впечатление, как будто бы, ну, не знаю, такая, видимо, иллюзия какая-то оптическая, что здесь где-то выделено серым. Но на самом деле такого нет. Ну, ой, кстати, через камеру видно, какие будут ответы. Потому что вживую не видно. Покемон какой-то. Вот это похоже на клинок рассекающий демонов. Здесь нет прямых отсылок к ним, а есть, как знаете, пиратские копии. В общем, я не знаю, не уверена, что я смогу вообще раскрашивать эту книжку, эту раскраску. Просто потому что она очень мелкая. Я даже не знаю, как здесь подобраться вообще. Поэтому имейте в виду, у Симолэнда, у них есть несколько раскрасок в этой серии. Вот, да, по клинку. А все вот они, я так понимаю, такие мелкие. Еще тут такая бумага. Мне кажется, здесь будут растекаться некоторые ручки по типу роллеров. В общем, сложно. Попробую наверняка чем-нибудь, да пораскрашиваю, но не обещаю. Далее, это раскраска. Я делаю на нее обзор. Говорила, какая она прекрасная, как она мне понравилась. Поэтому, кто не видел, обязательно смотрите. Интереснейшая книжечка. Я ставлю внизу в описании ссылку на обзор. А в обзоре там уже есть ссылки, где можно ее купить. Потому что, ну, вот так на маркетплейсах она не продается. Далее. Моя любовь огромная. Это книжки издательства Графо. Так называемые Графобуки. Тоже у меня был обзорчик. Ссылочки оставлю в описании. Они вот уже продаются на Озоне. Ну, и вот также на сайте издательства. Шел художник по планете Сибай. По планете Петербург. Часть первая и часть вторая. Сейчас сильно листать вам не буду. Просто покажу, насколько здесь прекрасные иллюстрации. А если вас заинтересовало, то переходите, смотрите обзорчик. Потому что я влюбилась в эти книжки. Они потрясающие. Вот, а еще от этого издательства есть такие интересные штучки. Это календарь. Он также продается на Озоне с иллюстрациями. В общем, они здесь с марта по февраль. Потому что там идет отсылка к тому, что вот женщины такие эмоциональные, как бы весной они расцветают. И к тому, что любовь, вот она с февраля, грубо говоря, просыпается. И вот, в общем, календарь этому всем посвящен. Мне очень понравилась эта мысль, эта идея. И, в общем, календарь вышел потрясающим. Вот, иллюстрации. Можно ими вдохновиться, раскрасить вот в каком-то таком цвете. Ну, или просто использовать как календарик. А также с обратной стороны есть рисунки для раскрашивания. Я вам их тоже вот потом пролистаю и покажу. Вот эта картина просто великолепная. Вот эти формы сердечка мне очень понравились. Я буду использовать эти странички как закладки, потому что полгода уже прошло. Полгода тоже скоро пройдет. И, в общем, у меня останутся такие прекрасные, прекраснейшие закладки. Так, это мы с вами уже все видели. Вот здесь есть эта штучка для самого календаря. Честно говоря, я не помню, как он должен складываться. Я думаю, что с этим нужно разобраться. Я в любом случае не буду пользоваться им как календарем, потому что у меня это не очень удобно. Вот именно такие настольные календари. Я люблю настенные, мне так больше нравится. Вот, так, и теперь посмотрим изображение сзади. То же самое можно раскрасить и использовать как закладку именно вот этой стороной, например, чтобы радовать себя вашим творчеством. Ну и вообще здорово, когда вот есть такие наборы. Мне кажется, очень интересно. Вот тут зимняя картинка. Здесь тоже. Так, это у нас уже давно не пошло. Не знаю, было ли вам интересно, но мне захотелось очень поделиться таким, потому что мне кажется, это интересная такая находочка. Вот, а еще я нашла вот такие игрушки. Вот, их тоже можно раскрасить. У меня младшие братья и сестры очень любят делать все своими руками. И я им каждый Новый год стараюсь подарить что-то вот такое новогоднее. Вот, сделай сам. И, конечно, здесь сами игрушки, они уже сделаны. Вот, ну их можно будет раскрасить в том стиле, как им понравится. Вот поэтому тоже такой вот момент. Разные персонажи. Смотрите, какой прекрасный кот. Его можно... Ну я его вижу прям таким рыжим. Они, кстати, очень любят рыжих котов, поэтому... Мне кажется, это интересный досуг. Ну и приятные потом такие воспоминания будут. Особенно, когда они уже вырастут и смогут найти вот эти игрушки, которые рисовали в детстве. Вот, это тоже вот издательство Графо. Вот они, персонажи. Петербург. Все как надо. Так, ну и мы возвращаемся к раскраскам. Следующая книжка — это загадки астрологии. Я думаю, что уже все высказались по поводу астрологии, знаков зодиака и так далее. Но вот эту раскраску я сразу знала, что я ее буду покупать. У меня не было ни малейшего сомнения. Во-первых, все-таки тема астрологии мне очень нравится. Очень близка. Но самое главное, здесь нереально потрясающие девушки. Рисовка Кармы Вертенин, она чудесная. Вот, кстати, змеи носится очень интересный. Я вообще не воспринимаю этот знак как существующий, для меня его нет. Вот, но нарисован он очень интересным. В общем, не уверена, что я буду в ближайшее время это раскрашивать, но в целом иллюстрации мне очень нравятся. Я их почему-то вижу в таком скетчевом акварельно-маркерном каком-то виде. То есть для меня это не про карандаши, а именно вот что-то такое маркерно-акварельное. Далее. Раскраска Кавайи Таро Лулумайю. Давненько она мне была заказана на логобуке. И вот, наконец-то, в июле она пришла. По формату она такая же, как наши милашки-разукрашки. Не знаю, просто оригинальный размер милашек-разукрашек. Ну, вот в России вот она вот такого формата. Книжка на склейке. Бумага здесь тонкая. И ладно, когда иллюстрации вот здесь в начале, они односторонние. Я подумала, ну, прикольно, можно маркерами их пораскрашивать. У меня вот мания, да, на маркеры. Вот. А дальше уже малые арканы, я так понимаю, они идут с двух сторон. Здесь, конечно, ну, получается, что только карандаши и какие-то супер непротекающие фломастеры. Потому что, ну, даже не знаю, как вот их так дальше изобразить. Так интересно, как Лу-Лу изобразила вот эти все уже привычные, как они называются, вот монеты, жезлы и так далее. Насколько они везде по-разному обыграны. Мне кажется, вообще здорово. Вот здесь, например, кубки. Ну, как здорово, да, все пьют что-то вот из этих кубков. Ну, улыбательные. У нее действительно потрясающие раскраски. Если вдруг вам нужен обзорчик, то пишите, сниму, полистаю. Вот. Правда, не в августе, потому что на август у меня уже все распланировано. Ролики выходят каждый день по мере моих возможностей. Вот. Но на осень пока у меня планов особых таких грандиозных нет. Так что, если что, полистаем с вами раскраски вообще не только эту, а другие, которые вам интересны. Но раскрасочка безумно милая, такая классная, как всегда, в духе Лу-Лу-Мая. Ну, и последняя книжка на июль, но, наверное, самая долгожданная. Обзорчик на нее также уже был. Это «Манго по номерам». Книжка на 100% моя. Вот. Ну, в ней идеально все. От обложки до иллюстрации. Качество Ашетовское, как всегда, не разочаровало. Вот. Ссылку на обзор также оставлю в описании. Покупала на Авито. Ссылочка на профиль, где брала именно я, по самой такой приятной доступной цене, тоже есть под обзором. Вот еще раз вам тут покажу ответики. Половину ответов, давайте я вам так покажу, чтобы было все-таки интересно смотреть обзор. Иллюстрации, ну, абсолютно великолепные. Здесь очень много пейзажей таких японских анимешных. И очень много, конечно, девочек. Причем разных, то есть в стиле 90-х и в стиле, вот, так сказать, более детском, что ли. И также есть всякие милые существа по типу покемонов или что-то такое. Вот, поэтому, мне кажется, здорово. Здорово, что объединили все. Вот такие были покупки. Пишите, какая раскраска вам понравилась больше всех. Моим абсолютным фаворитом, конечно же, будет Манго. Но также меня безумно порадовали раскраски от Графобуки. Ну и другие книжки. В этом месяце вообще я старалась покупать только то, что мне прям действительно очень хочется. То, что мне очень нравится и очень нужно. Даже вот спиралек было не так много, как обычно. Вот, но одна вот, к сожалению, меня разочаровала. Может быть, дело в этом. Поэтому я как-то немножко остановилась в плане покупок. Ну, здорово, что у нас теперь выходят в России интересные самобытные раскраски. В том числе даже вот с знаком СДАКО. Пусть тема избитая, но какие потрясающие девушки здесь. Ну и, конечно, авторские книжки. Это полный восторг. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok